Вы уже догадались, да, что мы сегодня будем с вами делать? Мы будем учить, начать, записывать назначенные числа. Надежда Борисова когда-то сидела в этом же кабинете за этими партами, а большинство педагогов теперь не её учителя, а коллеги. После вожатского опыта в лагере девушка поняла, её призвание – дети. Работа интересная и разнообразная. Молодой педагог отмечает, больше всего нравится наблюдать за современными детьми и сравнивать со своим поколением. Я считаю, что сейчас у детей больше возможности развивать свои способности. Эти дети более талантливы. Я не говорю, что мы были бездарные или ещё что-то, но время идёт, и вместе с этим, конечно, меняются дети. Четвёртый А – это первый класс Надежды Борисовой. В следующем году ребята выпустятся из младшего звена и перейдут в средние. Вспоминая свои школьные годы, молодая учительница на личном опыте убедилась – от учителя детям нужны поддержка и понимание. Давайте мы вот здесь посмотрим, что нам необходимо в работе, Евгения Андреевна. Вот это уже папочка ваша, посмотрите её. А вот Елена Проскурина не только преподает в родной школе, но и руководит всем образовательным процессом. Если сложить общее время обучения и преподавания, женщина в 12-й школе больше 40 лет. Родные стены – второй дом. Менять привычный уклад в школе не намерено. Елена Михайловна – приверженец старых традиций. Я вообще сторонник всего традиционного, поэтому я считаю, что поддерживать лучшие традиции, которые сложили в школе за более чем 50-летнюю историю, это важно и нужно. Поэтому лучшие традиции мы, конечно, сохраняем. А в наши дни в школе в принципе и в образовании столько изменений, что мы стараемся адаптироваться к тому, что нам предложено. Некоторые мирненские школьники уже сегодня строят планы на будущее и хотели бы преподавать в своей же школе. Не только учить детей, но и вносить в привычную школьную жизнь новые краски. Если бы я хотел бы быть учителем, то, наверное, учителем физкультуры. Я бы добавил новые уроки, допустим, как теннис большой, где можно было бы отдохнуть. Я бы ввела электронную систему обучения, чтобы не носить учебники в школу. Я бы хотела, чтобы преподавали больше творчества, чтобы появилась хореография, чтобы дети развивались в творческой сфере. Сегодня в Мирненском районе работает более 600 педагогов. В этом году в Мирный прибыл еще 31 учитель. Более того, на базе седьмой школы в 2023 году открыли педагогический класс. Дети могут получить навыки преподавания еще до выпускного и поступления в ВУЗ. Дети рассказали, почему они поступили в этот педагогический класс. И все изъявили желание после обучения вернуться в наше образовательное учреждение и продолжить свою работу. Это очень отрадно. Я от души поздравляю своих коллег, учителей, ветеранов педагогического труда с Международным днем учителя. Около 15 педагогов в Мирненских школах – это те, кто учился в них, всегда участвовал в школьной жизни и любил образовательное учреждение. Такие педагоги помогают восполнить кадровый голод и личным примером показывают, как можно любить родной край. Анна Брущенкова, Илья Шикуля, медиакомпания «Алмазный край». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!